Манавгат нас радует хорошей погодой. А вот это что такое? Следующая локация у нас это водопад Куршунлу. Это природный парк. Сколько гектаров здесь? 587 гектаров. Короче большой парк. Здесь есть зоны для пикника, зоны отдыха. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Пойдем поглядим, что там можно покушать и где можно погулять. Куршунлу водопад. Билетики стоят 6 лир детский, 12 для взрослого. Парк работает с 8 утра до 8 вечера. Да, здесь можно гулять целый день. Проходим. Отлично. А кто знает, что это за аппарат? Сюда нужно засунуть руку. Он гадает по руке. Вы знаете, как это? Ты засовываешь сюда руку и он тебе разгадает, что у тебя здесь билет в руке. Это гадание по руке. Серьезно, но он говорит на турецке. Ой, поглядим, что здесь такое. Что-то здесь такие корутцы, как в Молдавии. Наверное, когда одна лошадка смачивает. Одно мороженое возьмем. Ось-крим. Битва-ось-крим. Один, пожалуйста. Да. Мадам, где же. Окей, ибо, ибо, ибо. Ось-крим, окей. Оп. Где же. Алло. О-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Где же. Да? Одно? О-о-о-о. О-о-о, скрим, битва-жун, алло. Мороженое. Ало, ибо. Ибо, 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 ибо. Ибо. о попугая сидят прямо на деревьях внутри какие большие но может закусить красота здесь конечно шикарный вид водопады неописуемо красиво здесь можно на таких качелях покататься и сфотографироваться такой воздух свежий так прохладно на улице 32 градуса жары а здесь прохладно просто фантастика название водопада куршунлу произошло от слова свинцовый из-за темного цвета воды водопад падает с высоты 18 метров здесь запрещено купаться а местные жители любят загадывать желание затронувшись это струи воды они верят что они нам обязательно сбудется попробуем и мы загадать желание а такие красивые растения какой плющ растет блющи а по ним мог а дальше идем гулять по этому парку здесь прикольные такие лабиринты мостики вот это все превращается в такую реку люди хотят искупаться вернуть наверное здесь вот такой халаш какой то не то дом это был раньше таком-то веке у ирка там страшно наверху я боюсь ухты а панат или вам было понятно это дупло такое это в дереве такой пропил капец вот это да вот это дерево а здесь пещера смотрите здесь есть проход куда-то наверх деревья упали винички и ступенечки здесь интересно погулять прикольно здесь такой стул как будто завалило скользко немножко очень интересный парк куча фоточек для инстаграма можно сделать погулять погулять подышать свежим воздухом здесь есть барчик с турецким кофе мороженое просто посидеть отдохнуть очень прикольненько природный парк табиат состоит из семи небольших прудов связанных между собой небольшими водопадами аленушка он водяной начался идет сзади красиво выложились все ступенечками запахи не передать через камеру жалко но очень приятно пахнет какими-то цветами свежестью и здесь вот такое большое большое пространство для пикника столы 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 мусорки все так сделано шашлычок посидеть отдохнуть но мы следуем дальше по маршруту если подпишешься на наш канал новое видео будет интереснее лайки подписка всегда приятно всем доброе утро мы добрались до кемпинга маги остановились здесь на одну ночь хотя можно было остановиться на пляже просто тупо на пляже и без никого но мы решили с ним здесь кемпинге потому что нужно заправить воды слить все здесь вот такое вот место здесь много кемперов много прицепов стоят мы вот тут припарковались и с утра позавтракали идем себе на пляж о девочке готовы покажу вам быстренько что здесь еще вокруг здесь есть кухня такая вот терраса здесь это палаточки или надо питаем которые с палаточками из-за этого мангал на дровах это будет на море было шумно конечно немножко любя здесь тоже стоит столики с весом так или приезжают отдыхать но мы выходим к пляжу здесь шикарный пляж а кстати вот здесь еще у нас 5 палаток у них своя кухня здесь вот такая кухня у них в холодильнике здесь главное кофе чай чтобы все можно было сделать газовые баллоны все на месте сегодня погодка вообще безветренная справа гостиницы начинается уже и слева тоже гостиница начинается здесь ведутся до пляжа на пляже даже есть шезлонги можно заменять шезлонг прижать пеночки с весом как вот здесь все выглядит пляж довольно нормально чистый пляж водолаз плаванию готов манавгат нас радует хорошей погодой спокойной водой и чистой ой вода сказка вода вообще просто кайфуша кайфуша прозрачная голубая давай водолаз ныряй лови рыбу все надо идти и принять солнечные ванны вода просто кайф даже не хочется уезжать отсюда а черепашки тут повсюду окружают нас прям на пляже ребята ехать по турции одно удовольствие дороги хорошие ну я имею ввиду главные автобамы вот трассы даже не просто автобамы такие региональные дороги маленькие скажем никаких ям, ничего, все ровно все водители вежливые все уступают, пропускают некоторые отрезки даже на автодоме не ехали 130 спокойно вообще без напряжения сколько? 15 15 лир стоит килограмм кубники черешня? тоже 15 лир стоит черешня ой, я решила взять черешню ой, здесь столько всего интересного орешки вау, супер давайте один такой пакет купим и такой, и финики и финики давай купим финики, финики тоже супер ой, здесь разные варенья сиропчик давай возьмем вот такую баночку оливок сколько? how much this? мед, смотри какой мед он хочешь мед такой или нет? кто так? я уже купила мед э, окей здесь столько всего глаза разбегаются а вот это что такое? что это такое? откуси попробуй, что это? это конфета конфета? это не конфета это какое-то растение мы не знаем что это ребята, если вы знаете что это такое напишите пожалуйста в комментариях что это такое мы не знаем что это такое вот тут что-то написано, но это явно не название того еще какие-то фрукты что это за фрукты? 130 130 лет дай деньги дай деньги Аллах перекет версию спасибо гуле 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 пока пока можно останавливаться на таких базачках покупать вкусняшечки Друзья мы двигаемся дальше наш маршрут следующий и самый главный это Каппадокия нам ехать от Мановгата где мы сейчас находимся 500 километров почти 490 и дорога будет нелегкая но она платная что радует значит мы будем двигаться быстро остановились на заправочке Petrol офис называется и заправляем дизель цена у нас 7.43 здесь чуть-чуть дороже но деваться некуда в горах нету заправок ребята вот здесь такой крутой спуск у них везде где большие спуски идет вот такая рампа указателя экстренная остановка вот впереди есть шибенки если сказали тормоза это может здесь остановиться зарыться в шибенку и машина остановится потому что здесь с тормозами не шутят вот еще одна такая же рампа стоят указатели и горочку и остановимся молодцы продумали все а по дороге можете остановиться и приобрести разные сувенирчики пенечные горшочки для мяса для сада все что душею входит все что душею входит Субтитры сделал DimaTorzok